приветствую любителей аудио сегодня наш выпуск посвящен новому интересному цап который появился на просторах алиэкспресс выглядит он вот так вот довольно внушительный и большой и на самом деле даже довольно тяжелый вход у него только коаксиальные и плюс арси выхода питания 220 вольт и вы скажете что же в нем такого интересного одна кнопка какие-то индикаторы и все о чем можно говорить и поэтому ребята все что я дальше буду говорить можно воспринимать как абсолютную дичь но на самом деле вы смотрите канал вокруг стерео именно из-за таких вот редчайших видео которые появляются раз там в несколько лет последний раз что-то такое крайне интересное я показывал ну не сказать чтобы вот уж совсем давно ну года два назад я показывал инфинион меру с очень интересный чип на самом деле если касаться цапов то лет пять шесть прошло вы уже знаете что такое 10 200 вы уже знаете что такое а light dac и и и чдая и так далее вот и очень долго на рынке китае не происходило ничего интересного ну как бы я не говорю про топинга смс или они там сидели свои параметры достигали достижениями но звук проходил мимо поэтому это вообще было неинтересно вот и в какой-то момент вы знаете те кто подписаны на бусте что я обратил внимание на вот этот вот сапа здоровенный что же это зацап такой вот мощный такой наверно очень дорогой тяжелый с линейным питанием на самом деле это цап на очень крутом чипе аналог девайс 1865 мультибит нам и как видите вот здесь на передней панели написано нос но наверно сэмплинг то есть он работает это мультибит в режиме но наверно сэмплинг то есть нос без всяких искажений совершенно прямой звук и без всяких повышение дискретизации так далее но самое интересное что выход за сделан на лампах и поэтому это меня заинтересовал мне стало интересно так сколько же стоит этот грандиозный мощнейший цап 13000 13000 и когда я его включил в свой невероятный усилитель на 805 лампах ламповый да и его включил после динафрикс понтуса него послушал сказал это слово да ну нафиг да не может такого быть у меня возникло ощущение что после того честно говоря говна который я послушал на выставке в огромных количествах не там были хорошие позиции и все это не исключаю но в целом это было до кучи и дерьма вот и мне показалось что мне что-то вот с ушами стало что даже когда цап за 10-13 тысяч меня впечатляет вот но оказался не настолько просто ребят нет короче не это ламповый цапа я его включил и сразу услышал после своих свой после систем что он более кстати густой более низкочастотный немножко поменьше высоких частот у него но я хотел бы сказать что у меня цап по 200 тысяч усилитель по 300 тысяч ну и так далее да и это китайские изделия если уж мы говорим про английский или американский то там готовьте ваши денежки готовьте деньги где не море и не лес ни океан без наиг баригов по море море поле 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 чудес поле чудес стране дураков в общем то но если вы будете пользоваться американскими там английскими французскими надо миллиончики которые зарытые деньги где в общем тогда и когда вы смотрите на цап ахренеть тяжелый мощный с лампом выхлопом за 13 тысяч рублей туда и я вот тоже посмотрел что-то фигня какая-то я чего-то не врубаясь и так не может быть я его включил послушал и офигел то есть звук вообще прекрасный великолепный это что-то это что-то я не понимаешь что-то не то а давайте-ка я включу свой прекраснейший динафрис понтус который стоит от 160 до 180 тысяч на алиэкспресс на алиэкспресс если мы будем аналоги опять же и японские американские английские братья ребята это миллиончики миллиончики я включаю свой понтус и нихрена не понимаю потому что в сравнении с вот этим вот барахлишком за 13 тысяч рублей мой шикарнейший хаенный понтус звучит несколько погремушечна и меня это не слегка напрягает и так не понял как это так но слышно что у понтуса лучшее разделение каналов у него чётче инструмент звучат но звучат они хуже по естественности вот этот вот агрегат он звучит более живо более естественно обертона у него более натуральный и то сидишь такой нифига себе ты как это вообще может и он еще очень быстрый он фигачит там я включил черный кофе и он там это и круиз он там фигачит вообще в полной скорости вообще никакого торможения нет это как-то как это как это ребята подождите что-то какой-то бред ну я же вам сказал я буду нести дичь вот я ее несу и доношу до ваших ушей короче я включил этот аппарат и прямо вообще что-то в ахрине вот в каких-то местах да он я начинаю переключить между понтусом динафлип с понтусом и да понтус он более детально он вообще xlr ный балансный но он немножко погремушечный менее живой менее натуральный а этот включаешь он более мутный менее такой вот разделенный но некоторые инструменты некоторые звуки например контрабас скрипка какие-то еще инструменты там ну и ксилофон они лучше и просто тупо фразы лучше звучат такой блин они они реально круче поэтому скажу вот этот вот там хуже потому что у него разрешение хуже вообще не получается а он не хуже вот в каких-то местах лучше если он такой что-то я в охрене и короче я думаю ну ладно я на понтус то вообще что-то загнался это ну нахрене дорогой товарищ чем-нибудь попроще сравню но у меня динафлип сарис вот я включаю вот этот вот аппарат за 13 тысяч рублей 13 тысяч рублей на ад 1865 кстати чип крутой и плюс ламповый выход а вот нос я включаю на арисе и знаете вот арис он прям чуть-чуть чуть-чуть по детализации выигрывает то есть ты включаешь арис по детализации лучше ну сука во всем остальном вот этот тупо вообще лучше играть чем арис более шумой более натуральный более вкусный у него такие обертона я включил блин классику особенно блин я вообще-то чуть не родил короче от этой классики там послушал как там скрипка звучит там блин она рыдает и он очень низкий вот не понтус не арис там я уж про дельта сим вообще прости господи не говорю у нас только ниже у меня блин диван вдруг вибрирует я сижу у меня внутри вибрирует и диван подо мной это блин да как прием от контрабаса это ну все я там уже провалился в этот вот концерт короче ребят ну хотите верьте хотите не верьте ну мне кажется самое простое как чтобы это проверить просто посею вот эти за 13 тысяч вот эти 13 копейков купить и увериться да но у него коаксиальный вход у никаких вот уэсби блю блю пуп блю вот это вот блюэ прости господи ничего нету вот поэтому вам еще надо будет если с компа ходить слушать купить платку транспорта сам 6631 на трех тактовых генераторах который уэсби преобразует в коаксиалы или в оптику вот ну в данном случае нам оптик нужно он стоит аж три с половиной тысячи вот и получите штуку которая там нагинает модели за восемьдесят тысяч за сто шестьдесят сто восемьдесят тысяч мне можно сказать что он там играет на сто двадцать тысяч там при нем при цене в 13 тысяч я не знаю я такого вообще уже сто лет не встречал это просто какой-то новый я сижу так я не знаю как это видео подать на это просто хохмы блин это никто в своем уме вот про это не поверят это просто скажу какая-то дичь вот ребят на такая вот штука я сижу охреневает наслаждаюсь просто и знаете вот и без вот этого это херни что надо сто пятьсот миллионов лет часов слушать пока она прогреется вот у меня есть такая позиция если штука не играет сразу это говно все то есть вот все чтобы я не покупал она или сразу играет например некоторые пишут динафлипс надо прогревать не меньше 30 часов какого хрена он тогда у меня сразу играет офигенно просто включаешь он сразу классно играет все чего там прогревать если это деревмово звучит что через 100 часов через 30 часов говно не станет золотом она останется говно поэтому чё-то там прогревать но не имеет смысла избавляетесь вот это нахрен не нужно если она сразу не звучит она никогда не звучит вы только можете себя с помощью нлп убедить что это типа что там прогрелся особенно вот эта дичь как это ой я подставил под колоночки какие-то там прокладочки и вот теперь они звучали детский сад ребят не классные вещи они или звучат или звучат если они чуть-чуть изменят свой свой звук и хорошо но если он сразу звучит как дерьмо то знаете из говна не рождается апельсинки поэтому здесь включаешь 13 тысяч это просто в шоке так вот серьезно как так и возможно я вот сижу и думаю как это вообще возможно это как-то никак не возможно это какой-то бред я сейчас конечно умники напишут что когда на авито но не и ребята я еще лучше если для продажи я пойду еще один экземпляр куплю это блин экземпляр себе точно оставлю просто это что-то нечто с чем-то ладно друзья всем пока подписывайтесь на канал подписывайтесь на мусти классного вам звука